Сибирь, Дагестан, Приволжский округ и Казахстан. Каждый год лучшие борцы съезжаются в Нижний Канск, чтобы разыграть между собой призовой фонд более чем 300 тысяч рублей. Своими ожиданиями турнира поделился и спонсор. Для меня интересны в принципе любые категории, но естественно я буду смотреть легкие веса, потому что они более динамичные, быстрые, более зрелищная борьба. Ну а так для меня различий нет, то есть красивая борьба, она в любых из всех категориях красивая. Сколько болеть будете? За Казань или за Нижний Канск? За Татарстан. Этот республиканский турнир дает право заслужить звание мастера спорта. Статус турнира подчеркивал и присутствие высоких гостей. Борцы города Нижний Канск в последние годы выручат огромный вклад в развитие вольной борьбы в республике. Наша голубая мечта это завоевать олимпийские медали. И вот исходя из этого мы строим свои планы, проводим турниры, проводим соревнования. И сегодня я должен сказать, это вот одно из соревнований, которое сегодня очень успешно проводится. Уже по первым схваткам стало понятно, что до мечты буквально рукой подать. Борьба на коврах велась бескомпромиссно. Нижний Канск отдали бой приезжим спортсменам, подтвердив возложенные на них надежды. Наши вольники уверенно пробивались в финалы. Тренер дает установку, делать выведение, проходы. Мы это делаем, тренер радуем. Остальное уже не важно, понимаете. Можно и проиграть, биться, и это тренерам удовольствие доставить. А можно выйти и ничего не выполнить, это тренерам тоже никакого радости не предоставит. Это их не работа. Мы просто вот в машину и выходим, работаем. А то, что они с нами работали, вот это их не задача. С поставленной задачей Мансур справился в весовой категории 74 килограмма. Он взял золото и, как покажут финальные схватки, золота у нас будет еще предостаточно. Одними из самых главных конкурентов были дагестанские вольники, но и тут наши парни не подкачали. Провел три поединка, вышел в финал. Все соперники были хорошие. Борьба была упорная, нормально. Отборолся, вот решил финал. Очень много хороших ребят приехало, честно говоря, молодое поколение. Взрослые-то практически один и тот же состав бывают каждый год, кроме приезжих. А вот молодежь нормально, вижу уже, с каждым годом набирают пацаны, тренируются. Видно, результат дают. Зрелищными выдались и поединки тяжеловесов. Особенно активно зрители поддерживали нижнекамцев. В поединке нижнекамца Зубаера и Силаева интрига держалась до последнего действия. Наш борец уступал, но в завершении поединка смог вырвать победу. Весен побольше был, чем я. Чуть болею, поэтому тяжело было. Силы поменьше, чем я. Весен побольше был, поэтому жал, пока устанет он. Как устал, начал чуть-то работать. Темп добавил, и так получилось выиграть. Следом на ковер в этой же весовой категории вышел другой нижнекамец Евгений Ахмедов. Поединок выдался поистине исполинским. Рослые борьцы до последнего не давали друг другу никаких шансов, подчередно набирая баллы. Наш вольник все же смог переломить ход борьбы и вышел в финал. Наглядная складка показала. Человек очень высокий, два метра практически. Я думаю, он даже больше. А очень тяжело, он завязывает меня. То есть наверху тяжелее бороться. Внизу полегче, давишь. Массы все равно этот немножечко давление даешь. Поэтому очень сложно с высоким бороться. В финальном поединке встретились и Силаев, и Ахметов. В этой схватке победа осталась на стороне Зубаира. Всего же на турнире представители Нижнекамска завоевали львиную долю медалей за отчет команды Татарстана и вывели республику на первое общекомандное место, оставив позади Оренбургскую область и Дагестан.